В Курской области провокация и орудуют какие-то бандиты. Белгород каждый день под обстрелами. Зато Дед Стабет погнал в Монголию. Там же дела поважнее будут, чем на Курщине и Белгородщине. Осталось только выяснить, либо же товарищи решили помочиться на Международный уголовный суд, либо же в Монголию приехал двойник, версия «Бурят». Ты кто? Бурят. Бурят, ну, как я рад. Путлер пообещал Монголии дешевый газ в случае строительства в Китай трубопровода «Сила Сибири-2», а также нефтепродуктов со скидкой. Газопровод протяженностью около тысячи километров должен пройти через территорию Монголии, чтобы протянуть трубу в Китай. В конце декабря 2023 года было завершено составление документации проекта. Однако Монголия не включила «Силу Сибири-2» в план национального развития на ближайшие пять лет, а россиянам ничего подобного Путин не предложил, потому что они потерпят. Родные мои, понимаю, как вам нелегко, но сейчас нужно еще потерпеть. Учитывая, что Монголия должна по международному уголовному праву там же его и арестовать, это похоже на такой отчаянный, очень храбрый шаг со стороны Владимира Путина. Приехать в страну, где нет стопроцентной гарантии юридической, что с ним ничего не будет. Как вы думаете, почему он решился? Откуда такая смелость? Откуда такая храбрость? Я думаю, ну, юридически она, эта вероятность есть, но политически она полностью отсутствует. Ну, то есть Монголы не настолько, знаете, части западного мирового сообщества, вот, если вообще его часть, так сказать. И чтобы, вот, знаете, там, рисковать всем ради непонятно чего, вы понимаете, вот, не знаю, он едет к ним с подарками, он везет им там дешевый газ, дешевую нефть, он же прямо публично об этом говорит. Они радостно потирают руки, они сейчас с него что-то поимеют. Вот, зачем им нарываться на конфликт с соседом, ну, с соседом, который в достаточной степени безумен. Ну, то есть не настолько монголы, знаете, там, альтруисты, чтобы, значит, вот, значит, принести себя в жертву вот таким образом. Поэтому я никакого там особого риска в этой истории не вижу. Ну, полететь в Европу куда-нибудь, ну, вот это риск, а полететь в Монголию, там, в Китай, в Северную Корею, нет. В разговоре о важном Владимир Путин в несвойственной, как мне кажется, для себя манере обмолвился о младших членах своей семьи. Рассказал, что они свободно говорят на китайском. Тоже такая откровенность, мы к ней не привыкли. С чем это связано, Аббас, как вы думаете? Ну, тоже вот он, то, что в народе называется, не отдупляет. То есть реально ведь все понимают, что Россия в нынешней ситуации оказалась, ну, уже в таком вот полувассальной или полностью вассальной в зависимости от Китая. То есть минимизироваться в зависимости от Запада, вот мы ровно настолько попали в зависимости от Китая. Это вообще очень серьезный фактор в общественном мнении. И просто брать и подкреплять это еще вот такой личной историей, типа, а я уже готовлюсь вообще-то к этому. То есть не знаю, как вы, а мы уже готовы к тому, что мы скоро в нашей части Китая станем. Вот. Ну, это же так может быть проинтерпретировано. И будет так проинтерпретировано. Вот Путин сейчас, в отличие от ситуации, когда Ислан случился, о чем я говорил в начале, когда он был на восходящем тренде. Сейчас он на нисходящем тренде, понимаете, с точки зрения общественного мнения. И сейчас, вот если на восходящем тренде все непонятное, все сложное, все неоднозначно интерпретируется в твою пользу, то на нисходящем тренде происходит все ровно обратное. Все вот как прямо вот в тех фильмах про американских полицейских. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. И поэтому в этой ситуации, когда есть проблема в зависимости от Китая, рассказывать еще что-то, и дети уже китайский язык выучили, соответственно, готовятся к жизни в китайском в этом мире, ну, это, конечно, свидетельство, еще одно свидетельство того, что он не очень вот уже четко, так сказать, понимает, как с общественным мнением надо работать. Он, конечно, в этом смысле очень сильно деградировал. Он, ну, вот в начале 2000-х, я очень хорошо помню, он был прям профессионалом в этом смысле, он прямо очень хорошо чувствовал нерв, так сказать. Вот. А сейчас он, ну, он оторвался от людей, он на самом же деле очень давно людей-то не видел. Ну, то есть он, если где-то с какими-то людьми встречается, то это уже организованный толпы. Ну, вот эти сутки про то, что, значит, там, ФСОшники, бедные, уже замыслились изображать то рыбаков, значит, то, там, галантерейщиц, то, там, вдов погибших в СВО, значит, да, одни и те же лица, там. Вот. Это же уже критчевый язык стал, и это правда. То есть раньше он общался с людьми, а сейчас он общается с вот такой специально подготовленной массовкой, которой народ-то изображает. И поэтому он, ну, это привело вот к деградации вот этой чуйки, вот. И поэтому он уже вот периодически совершает вот эти ошибки, которые, знаете, в англоязычных вот политтехнологах, политтехнологов, ну, вот в литературе, в их это гафе, есть такое слово. Вот такие вот специальные термины для вот политических таких вот косяков, когда ты сам вдруг тебе создаешь серьезную политическую проблему, чего-то не того ляпнув. Вот у него этот период пришел. Тем временем Владимир Путин прилетел в Монголию. В аэропорту его встречал почетный караул. Никто его не арестовал. Он прошел, как обычно, сошел с трапа, начал со всеми здороваться. Расходимся, как об этом пишут в разных телеграм-каналах. Не, ну, просто, извините, не, ну, просто вот надо просто посмотреть, во сколько это обошлось российскому бюджету. То есть каждый такой внешнеполитический успех, это вот прям конкретная статья расходов. Вот это вот все наши патриоты, патриоты, да, должны очень хорошо понимать. Все, что, значит, получают вот эти монголы, северокорейцы, там, Вьетнам, он недавно летал в Китай, там, Иран и так далее. Ну, то есть все эти, значит, те, кто поддерживают Россию, они все это делают не бесплатно. Все эти Хамасы, Цехусиды, там, Избала, значит, никто... Вот это предельно циничные парни. Третий мир вообще предельно продажен и циничен. Вот. За бесплатно дарить свои услуги, они же понимают, насколько все это важно для Путина. Для Путина принципиально важно показать, что нет, мы не в изоляции. Значит, потому что россиян очень сильно пугает вот этой идеей, что мы можем оказаться в изоляции. И для Путина принципиально важно демонстрировать, что нет, весь мир за нас, так сказать. Это только Запад против нас. И в этом смысле любое взаимодействие с любым внешним игроком, оно, значит, ну, для него прям очень важность. Прям вот большой жирный плюс ему идет. Да, и никто подарков в этом мире не делает. Вот. Ну, по крайней мере, вот в третьем мире. Да, это, повторюсь, этот мир предельно циничный. И поэтому вот этот прорыв обошелся ему, ну, в очередную там кругленькую сумму надо вот смотреть, чтобы экономисты считали, во сколько это как-то конкретно такая история. Складывается ощущение, что вторжение в СУ на территорию Курской области это эксперимент заказчиков из НАТО. Целей сразу две. Посмотреть, как будет действовать российский генштаб на своей территории и отработать различные тактики в будущей войне против России. Глава офиса Зеленского, Ермак и министр обороны Умеров вредно. Уже на этой неделе заявлено официально встретиться с представителями администрации США в попытке убедить Белый дом снять ограничения на удары американским оружием вглубь нашей страны. Умеров и Ермак привезут в Вашингтон тот самый секретный перечень приоритетных целей на территории России без ударов по которым Киеву будет сложно изменить ход войны.